Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне нужна ваша помощь, мне 31 год, живу с мамой. Возможности жить отдельно у меня нет, так как получаю совсем большую зарплату. Мама по отношению ко мне тотальный контроль во всем. Естественно, я не так давно познакомилась с мужчиной, он в командировке в нашем городе, живет в помещении от работы, работает без выходных, поэтому когда у меня появляются выходные, он приезжает в гости, остается ночевать. Маме это не нравится, она взвешивая столетные полки в колеса, лишь бы он не приходил, то от него перегар, то непозволительно поздно остался, то как я могла пить с ним вино в комнате и т.д. Она не дает мне жить от слова совсем. Пожалуйста, можете мне посоветовать, как контактировать с мамой, чтобы я могла отстоять себя, потому что у меня уже начались нервные взрывы, я очень устал от нее нападок, может быть какую-то литературу почитать заранее. Благодарю. Ну, во-первых, поработать в первую очередь с личными границами, то есть вам необходимо учиться выстраивать личные границы. С мамой учиться разговаривать, учиться общаться, учиться слышать ее потребности, вот, давать обратную связь на ее, желание на ее потребности, вот, и, в общем-то, самой говорить о своих потребностях конструктивно. То есть осваивать навыки неконфликтного общения. Сделать это можно в процессе психотерапии, советы вам не помогут, потому что все равно вы будете скатываться в привычном общении, тем более оказавшись в ситуации, которая у вас вызывает определенные чувства. Вот, это первое. Второе, здесь нужно обратить на некоторые элементы жертвенности. Дело в том, что говорят, что вы не можете съехать, потому что у вас небольшая зарплата, да. Это понятно, но здесь сразу возникает вопрос, а что вы делаете для того, чтобы зарплата была больше? Что вы делаете для того, чтобы получать больше, чтобы заработать больше, чтобы иметь возможность съехать? Потому что вы говорите и позиционируете себя так, как будто, ну, вот, вы не можете, а, как бы, ну, вы не можете съехать, и все. И, как бы, такая ситуация для того, что мама ваша очевидно, ну, совершенно очевидно, что ваша мама человек пожилой. И ей не хочется, чтобы домой приходили люди, как бы, вели себя как-то. Вот, поэтому это ее дом, это ее, как бы, вот, это ее жилплощадь, и она в этой жилплощади, ну, в общем и целом, может жить так, как она хочет. Вот, я думаю, что это вполне себе справедливо. Вы, живя на ее жилплощади, ну, наверное, подчиняетесь ее правилам, потому что это ее жизнь, это ее, как бы, это ее пространство. И совершенно нормально, что она хочет у себя дома, чувствовать себя, вот, так скажем, ну, как-то вот в безопасности. Совершенно очевидно, что это совсем нормально, что она хочет у себя дома, чувствовать себя как-то вот корректно, да, и хочет какого-то спокойствия. Вот, а если у нее есть какие-то, ну, скажем так, свои вот предпочтения, да, если у нее есть какие-то вот свои ценности, например, то совершенно нормально, что она хочет как-то их реализовывать. Вот, поэтому мне кажется, что ваша мама права, ну, и правы вы, и здесь почему-то вы требуете от своей мамы, вот, чего-то. А вам бы не от мамы требовать, вам бы, ну, как бы на себя вот внимание обратить, вам бы, вам бы вот себя бы спросить, да, что я как бы делаю, чтобы вот этого, ну, не было. Ну, пока что вы выбираете вот такой самый достаточно легкий и, к сожалению, самый деструктивный путь, вот, путь такой вот не самостоятельный, что ли. И вам, конечно, решать, безусловно, то есть вам решать этот момент, но, на мой взгляд, это то, что ведет в никуда, на мой взгляд, это то, что ведет вас только к конфликтам и, в общем-то, к противоборству, потому что ваша мама человек, который, вот, ну, вряд ли будет как-то мириться с тем, что ей не нравится и, ну, в этом смысле она, в этом смысле она права, к сожалению, вот. Поэтому тут, наверное, дело не в литературе, тут дело именно, вот, в том, как вы сами видите себя, как вы сами видите, вот, свою жизнь и так далее, понимаете, какая ошибка. Ну, вот, поэтому я думаю, что такой ответ вам можно, можно дать, то есть вам надо было, вот, как мне кажется, принципиально менять, вот, свою позицию по отношению к себе и брать ответственность за себя, за, вот, вот, ну, за свою жизнь, вот, и, соответственно, уже дальше смотреть, как и что вы можете делать, да, вот, как вы можете с этой ситуацией лучше всего обратиться. Вот, потому что я думаю, что лёгких путей здесь нет, действительно, какое-то время нужно, чтобы, там, ну, организовать, да, переезд, действительно, вот, какое-то время нужно, чтобы, ну, вам, вот, получить то, что вы хотите, чтобы вам, ну, поместить себя, вот, в какую-то ситуацию, где вы могли бы быть, вот, более, естественным, более собой, и хозяйкой, вот, и так далее, вот, просто вам нужно себе задать вопрос, как я хочу жить, вот, буду ли я, например, вот, всю свою жизнь, там, допустим, жить с мамой или нет, или я буду ждать, пока мама не станет, чтобы тогда жить уже свободно, вот, вот, поэтому, тут история вот такая, 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 я понимаю, что вы, скорее всего, хотели бы, поддержки, я понимаю, что вы, скорее всего, как-то, вот, хотели бы, чтобы мы были на, ну, как бы, на вашей стороне, вот, я это прекрасно понимаю, понимаю, вот, но правда исключается в том, что мы не можем быть на всей этой стороне, вот, мы можем быть только лишь на, вот, стороне, какой-то, ну, вот, по стороне конструктива, да, мы не можем быть на стороне вашей, делать это слепо, это было бы непрофессионально, вот, поэтому, если у вас есть ресурс для того, чтобы, вот, что-то в своей жизни менять, да, то я бы рекомендовал вам начать это делать, начать это делать, как можно, быстрее, вот, 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 вот не говорят. Вот. И тем быстрее вы сможете решить свои проблемы. Потому что сейчас ситуация такова, что ваша мама, хорошо это или плохо, она зависит, ну, как бы от вас в том числе тоже. Она зависит от вас и, ну, к сожалению, она зависит от вас. К сожалению, она зависит от вас. Так же, как вы зависите от нее. До тех пор, пока вы живете вот с ней. И, в общем-то, только вы можете это сменить. Как мне кажется, по крайней мере. Если вы хотите этого. Вот. Ну, а можете, в общем и целом, да, можете требовать от мамы вот того, чтобы она была такой, какой вы хотите. Ну, вот. Это делать можно, конечно. Но куда это приведет вас? Вот. В каком направлении вас это, вот. Ну, грубо говоря, в каком направлении вас это будет вести? Вот в чем вопрос. Как мне кажется. Вот. Поэтому решайте сами. Убирайте сами. Вам можно только посочувствовать. Посочувствовать тому, что вы оказались вот в такой нелегкой для себя ситуации. Но я думаю, что есть причины, по которым вы в этой ситуации оказались. Я думаю, что есть основания, по которым, ну, по которым вы оказались в такой ситуации. И я думаю, что вы можете. Я думаю, что вы можете. Это вот в целом изменить. Но для этого вам нужно приложить определенные усилия. Вот. Я не уверен сейчас в том, что вы эти усилия готовы прилагать. То есть я не уверен в том, что вы хотите над собой работать. Вот. Я в этом не уверен. Поэтому если вы хотите, если вы вот готовы, то вам нужно выбрать себе психолог и начать работать именно вот с теми аспектами, которые я озвучил. Вот. Это аспекты жертвенности, это аспекты личной границы и так далее. Вот. Причем сначала, как мне кажется, сначала, это все-таки аспекты личной границы. Сначала. Потому что, когда они вас будут, да, то вам будет, в принципе, легче уже не быть жертвой. Вот. Какой вот сейчас, например, вы, ну, вы можете, там, грубо говоря, представляться, да. Ну, просто вот в силу, вот, в силу вот этих обстоятельств, которые вы описали. Вот. На этом, в принципе, я думаю, можно было бы завершить мой ответ. Мне кажется, что достаточно я вам раскрыл тематику. Вот. Мне кажется, что достаточно я, как бы, нарисовал картину. Вот. Решите для себя, ну, согласно. Согласны ли вы с ней или нет, да, с этой картиной. Если согласны, то я бы рекомендовал вам, ну, срочно, порядке, начинать психотерапию. Вот. Если нет, если не согласны, ну, это ваше право, но тогда ситуация не изменится, потому что, условно говоря, вы будете, там, от своей мамы, вот, что-то требовать, да, как бы мало что изменится. Вот. Вот. И здесь остаётся только рассчитывать на, ну, на ваше благоразумие. Здесь остаётся только рассчитывать на ваши взрослых, на ваши взрослых, то, что вы хотите отношения, это нормально. Вот. То, что вы хотите жить своей жизнью, это нормально, но у вашей мамы тоже свои потребности есть, и от них нельзя просто, вот, отмахнуться. Наверное, это было бы неправильно. А, что касается контроля, то, опять же, контроль, то есть, ну, всё-таки, сатал же история про тиранную жертву, в данном случае актуально здесь. Вот. Дело в том, что тиранцы допласят жертву наоборот, вам нужно из позиции жертву выходить. А это личную ответственность, а сейчас личную ответственность вы на себя не берёте. На этом всё. Удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам найти обработку над собой. Удачи! Спасибо.